Многие предприниматели, которые уже посещали или будут посещать Свердловскую область, настроены также на участие в других выставках, которые пройдут на территории Свердловской области в течение лета, осени. Это выставка «Инопром», которая пройдет с 11 по 14 июля. Это выставка «Вооружение», которая пройдет у нас в сентябре месяце. Так что со многими зарубежными партнерами, которые приезжают сюда в рамках данных мероприятий, которые только что я озвучил, мы с ними еще сможем встретиться и на выставке «Инопром», и на выставке «Вооружение». Что касается инопрома выставки вооружений, какие заявки уже поданы, то есть чувствуется ли, скажем так, градус интереса? Количество мероприятий, которые мы планируем провести в рамках инопрома, действительно очень-очень большое. Хочу сказать, что работа по наполнению экспонентами выставки инопрома проводится. И действительно, мы сможем с вами увидеть, я уже сказал, даже металлообрабатывающий центр, который создан на территории Свердловской области, планируется компания Акума, также станкостроительная компания, японское представительство, здесь представителем является компания Puma Resis, которая также планирует выставить свое оборудование, свойственно, металлообрабатывающий центр. Это связано с визитом у нашего губернатора в Японию в феврале месяце, который состоялся. Компания Hitachi будет представлять большой центр, большой стенд в рамках этой выставки. И вообще, хочу сказать, что выставка инопрома нам помогает создавать здесь представительство иностранных компаний. Вот, например, компания DuPont, которая уже дважды принимала участие в этих выставках, в этом году уже открыла здесь свое крупное представительство в Екатеринбурге. Я думаю, что следующим шагом будет создание уже производства этой компании DuPont. То есть, все потихоньку идет, постепенно все развивается. Также нельзя обойти стороной и выставку вооружений, которая пройдет в сентябре месяце в городе Нижний Тагил. Интерес со стороны французских компаний большой. Я знаю, что есть интерес со стороны немецких компаний. И я думаю, что мы с вами сможем увидеть образцы не только нашей оборонки продукции, но и зарубежных наших партнеров. Что касается инопрома, как он себя зарекомендовал? Можно ли говорить, что эта выставка все-таки растет от года в год? Безусловно. В ближайшее время будет совещание по выставке инопром. Я сегодня уже, как можно сказать, пальпировал одного из руководителей, кто отвечает за эту выставку, что количество мероприятий, которые мы планируем провести, мне кажется, уже зашкаливает. Потому что нам нужно понимать и рассчитывать на те силы и средства, которые у тебя есть. А желающих поучаствовать в выставке и провести круглые столы, семинары, дискуссий действительно достаточно много. И мы уже получаем заявки также от федеральных органов власти на проведение того или иного мероприятия. И нужно, конечно, понимать о том, что выставка не резиновая с одной стороны, но с другой стороны это большое доверие. И это большое признание той выставки, которую мы с вами вместе и раскручиваем, и проводим. Продолжение следует...